Приветствую вас! Ну что, Зеленский с Байденом поговорили. В принципе, ничего необычного и ничего сенсационного, конечно, не было. Обсудили Россию, правильно, со слов. Тому сказать, и официальная информация Белодома подтверждает, что Байден слил переговоры с Путиным. Какие там переговоры? Общий фраз, не больше. Да, 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 вы помните, что была истерика, что Байден сейчас нагнет Зеленского, заставит выполнить Минское соглашение. Да, ребята, ну поговорили про Минское соглашение. Ну вот свежая новость. Было видео заседания вот этой трехсторонней группы, ну контактными имеется в виду, Россия, естественно, Украина и эти самые. И украинская сторона предложила прекратить обстрелы, ну вернуться к перемирию. Что сказали Кремле? Нет, стреляем. Конечно, войну хотят. Ну как вы не понимаете, для Путина мир это смерть. Война, 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 война. Ну как он будет объяснять жителям России, почему они нищие? Он же объясняет, нападут. По этой причине Россия нищая. Так что отказались. Ну поймите, я сейчас говорю, что для России очень выгодно, чтобы война в Донбассе была. Их не интересуют жители ДНР. Им плевать они на них хотели. Плевать. Их не интересует одно, чтобы была действительно напряженность. Но здесь надо должность Еленский тоже сделал интересный трюк. Когда он беседовал с Байденом, чисто случайно украинский корабль пошел к Керчевскому правилу. Весь Черномарский флаг России в истерике. Вы даже не представляете. Ау, вау, вот, все, все пропало. Хотя корабль был вообще-то даже не военный. Ну разведка называют. Знаете, есть такая понятия, разведка боя. Да, подошел, развернулся, ушел. Как и положено там в России сумасшедство. Перекрыли Керченский пролив. Нагнали кучу военной техники. А! Споймался. Споймался, споймался. Споймался. Поэтому я говорю, в чем беда старого царя? Он не понимает. Точнее, не, он-то может понимает, но его подданные, они уже не знают, что делать. А, 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 а. Как угодить не знают. Да не надо угождать. Не надо. Все. Все. Сливайте, как говорится. Все закончилось. Не, ну действительно. Я много раз говорил, заморозку. Понятно, что поговорили, пообщали. Сейчас будет заявление, будет о том, что будет минский формат. Президент Франц сказал, что он хочет Нормандский сейчас провести. Сейчас Россия будет опять ныть, что они не могут провести, потому что это, ну это. Майте, как вам сказать, что значит заморозка? Ну, к сожалению, к сожалению, война в Донбассе будет, пока Кремль будет приказывать стрелять. Что же вы хотите? Ну, ему надо, 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 надо. Картинки нет. Ну, ему нужна картинка. Картинка нужна война. Чтоб стрелять. Во-вторых, действительно, вы с вами понимаете, ну, да все, поймите, в Кремле, в Киеве, в Брюсселе, понимают, что заморозка. Преисходно понимает. Преисходно понимает, что, ну, ничего. Ну, ничего там нельзя. То есть, понимаете, уже получишь за это время, там уже такое все. Да и не надо никому, честно говоря. Ну, тем более, по большому счету, ну, то, что Путин начал раздавать паспорта, как бы он намекнул. Ребят, ну, если уж действительно не в МГАТУ, взяли паспорт, поехали в Россию. Ну, серьезно, нет, поймите, тут абсолютно правильное решение с точки зрения, ну, как бы, вот гуманитарного. Ну, если уж действительно, ну, взяли паспорт, поехали в Россию, че-то сын. Ну, заморозка. Вот такое решение. Но, да, действительно, обсуждение, пиар, рассказы, встретились, рассказали, поговорили. Ребята, неужели вы правда думаете, что у меня СССР не было, там, встреч, бесед между президентом СССР и США? Были. А сколько было заявлений, сколько было пиара, сколько было больше. Причем, смотрите, что получалось. Ну, понятно, СССР всегда говорили, что мы добились разоружения, а мы спасли мир. США, естественно, вписали с другой стороны. Мы спасли мир. Кто, кого чего спасли, кто не знает. Ну, это такое было. И, действительно, как вы догадываетесь, США обвинял СССР, СССР, США. Когда был Вьетнам, понятное дело, была тема, а потом Афганистан. Ну, ребят. Любую новость, которую вы читали про Афганистан, начиналась эта. Американская военщина руками афганских этих душманов. И дальше пошло по тексту. Ну, соответственно, как вы понимаете, в американских было все наоборот. Советские военные убили, расстреляли столько-то мирных жителей Афганистана. Да, такая ситуация. Причем, тоже, обращая ваше внимание, все почему-то были уверены, что СССР выиграл в Афганистане. Ну, потом, конечно, поняли, что, ребята, никто не выиграл. Хотя в советском проекте говорят, вы выиграли, вы спасли. Мы первые, мы победили, даже были разложены. Мы победили в США в Афганистане. Правда, американцы, когда вывели вот это войска, то же самое. Наверное, так сказать, мы победили в Афганистане. Да нельзя там победить. Понимаете, в Афганистане не может победить ни дури, ни третий. Таково же территория. Но зато пропиарились от души. Так что такая ситуация. Ну, что, теперь вы можете, будешь сказать, свое мнение. Своё мнение по поводу беседы Байдена с Путиным. Байдена с Зеленским. Пиар. 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 Ну, понятно, что во время этих бесед, вы, конечно, не обратили внимания, что опубликовали данные по поводу, сколько будет стоить доставка газа. Ну, вот если у вас есть газовая колонка, вы же платите за газ плюс за доставку. Если плита газа, вы можете не обращать внимания. Не случайно. А если колонка, вы же платите за газ. Ну, газ стоит 8 гривен. Если покупаете на птогаз. А есть еще доставка. Вот сколько будет доставка с 1 января 2023. А? А-а-а. Вот видите как. Вот эта новость ушла. Зато. Зеленский поговорил с Байденом. Так его мразится. Ну, поговорили. Ну, и что. Еморист. Зеленский поговорил с Байденом.